На брифинге Управления образования разъяснили новые правила проведения единого национального тестирования. В этом году оно разделится на два этапа. Первый – это экзамены в стенах школы, второй этап – сдача ЕНТ как вступительного экзамена в ВУЗы. В этом году ЕНТ разделено на два этапа. Первый – это итоговая тестация учащихся 11 классов. Пройдет в форме выпускных экзаменов, всего по пяти предметам. Выпускникам нужно будет сдать экзамен по родному языку в виде эссе, решить письменный тест по алгебре и началу анализа, устно сдать экзамен по истории Казахстана. Также будет экзамен по казахскому языку и пятому предмету на выбор. Сдавать ЕНТ теперь будут только те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. Новый формат тестирования будет состоять из трех обязательных предметов, по 20 заданий в каждом. Это проверка математической грамотности, грамотности чтения и знания истории Казахстана. Также на выбор предоставляются два профильных предмета по 30 заданий. Итого получается 120 вопросов. Время проведения тестирования составит 3 часа 30 минут. Проходной балл остается без изменений – 50. Обладатели звания «Алтенберги» будут проходить ЕНТ на общих правилах. При наборе баллов наравне с другими школьниками, грант будет присужден в их пользу. Если же обладатель почетного знака наберет по итогам ЕНТ меньший балл, грант достанется тому, у кого баллов больше. Прием заявлений на участие в тестировании пройдет с 10 марта по 10 мая. Сроки проведения ЕНТ с 20 июня по 1 июля. К слову, для тех, кто не пройдет ЕНТ в первый раз, остается возможность пересдачи его на платной основе.